МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Книги на дожде. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Помимо работы, которая дала название этому сборнику «Страх и трепет», вошли также его труды, понятия страха и болезнь к смерти. Кьерки Гор, повлиявший очень сильно, причем на всю философию экзистенциализма, оказывается чрезвычайно разным в разных своих работах. Он может быть жестко рационалистичным и намеренно рассудочным, а может превращаться в свободного настоящего поэта. Это видно хотя бы уже в том труде, который открывает этот сборник «Страх и трепет». Вновь и вновь обращаясь к библейской истории, жертвоприношение Авраама, Сорен Кьерки Гор как будто вместе со своим героем проходит путь и проводит по этому пути своего читателя для того, чтобы тот понял смысл жертвоприношения и смысл страха, который лежит в основе, по Кьерки Гору, по крайней мере, веры в Бога. Было раннее утро. Авраам встал вовремя. Он обнял Сару, невесту своей старости. И Сара поцеловала Исаака, который отвел от нее бесчестье, стал ее гордостью и надеждой на все грядущие поколения. Так они поехали в молчании, и взгляд Исаака был прикован к земле. Так они ехали до четвертого дня, когда Авраам поднял глаза и увидел вдали гору Мариа. Но тут его взгляд снова обратился к земле. Молча разложил он хворост, связал Исаака, молча занес нож. И тут он увидел Агнца, которого заранее предусмотрел Господь. Он принес в жертву Агнца и воротился домой. С того дня Авраам состарился. Он не мог забыть, чего требовал от него Бог. Исаак процветал, как прежде, но глаза Авраама потемнели. Он не видел больше радости. Когда ребенок подрастает, его надо отлучить от груди. Мать укрывает свою грудь по девичьи, и больше у ребенка нет матери. Счастлив ребенок, которому не приходится терять свою мать иным образом. Было раннее утро. Авраам поднялся вовремя. Он поцеловал Сару, молодую мать. И Сара поцеловала Исаака свое счастье, свою радость на все времена. И Авраам в задумчивости отправился в путь. Он думал об Агаре и о ее сыне, которого изгнал в пустыню. Он поднялся на гору Мариа. Он занес нож. Был тихий вечер, когда Авраам выехал один, и поехал он на гору Мариа. Он пал на лицо свое. Он просил Бога простить ему его прегрешения. Простить, что он хотел принести в жертву Исаака. Простить, что отец забыл о своем долге перед сыном. Он ездил все чаще своим одиноким путем, но не находил себе покоя. Он не мог понять, как могло быть грехом то, что он был готов принести в жертву Бога лучшее, чем он владел. За что он сам охотно отдал бы свою жизнь многократно. И если то был грех, если он не любил Исаака по-настоящему, он не мог понять, как такое вообще можно было простить. Ибо какой грех может быть страшнее? Когда ребенка нужно отлучать от груди, мать также бывает не лишена печали. От того, что ребенок и она будут все больше и больше отдаляться друг от друга. Что дитя, которое она носила под сердцем и которое потом лежало у нее на груди, более не сможет быть таким же близким. Вот так вместе на ней переживают эту краткую печаль. Счастлив тот, кто держал ребенка столь близко и кому больше уже не доводилось печалиться. Книги на дожде Дождь Оптимистик Чаннел Смотрите в базовом пакете НТВ Блюз Континент ТВ В ваших айфон и айпад И на сайте tvrain.ru Субтитры создавал DimaTorzok